Друзья, всем привет! Меня снова зовут Игорь и мы продолжаем серию роликов из Кабулете. Сегодня я вам расскажу про жилой дом, который находится на территории нового бульвара, который в Кабулете открылся. Я был на этом открытии в прошлом году, в прошлом летом. Очень симпатичная прогулочная зона, вроде как симпатичный домик без всяких ограничений. Это не апартаменты, квартиры. Сейчас поднимемся на какой-нибудь типовой этаж, покажу вам как выглядят квартиры, потому что расположение классное, фактически вот первая линия от моря, от набережной, застройщик LVU. Поехали смотреть. С вас подписка, с меня контент. Погнали! В общем, что у нас происходит? У нас происходит то, что вот бульвар. Я его покажу чуть ближе, посимпатичнее, но, чтобы вы понимали, вот набережная, там сразу море, и вот здесь находится дом. Мы сейчас на цокольном этаже, здесь коммерция будет. Ну, в общем, дом в целом ничем не отличается, каких-то там супер УТПшек нет. Здесь главное, что прикольно, это место, Кабулети, первая линия, в общем-то, да. Поэтому цена не сильно дешевая, надо сказать. Но квартиры будут сдаваться в зеленом каркасе. Как будем смотреть, я подробнее расскажу. В общем, тут будет паркинг подземный, также во дворе парковка будет, ресепшн, видеонаблюдение. Ну, то есть, минимальный такой базовый набор. Это именно квартиры будут. Пойдем поднимемся на этаж и посмотрим, что там. Немного застройщики, я с ним не знаком. Компания называется LVU. Я думаю, те, кто давно работает в Батуме, продают здесь недвижимость, скорее всего знают, потому что у них больше 10 с данных проектов в Батуме. Что нам обещают? Обещают, будет Алюка Бонд. Вот здесь забурены сваи, около 40 сваи, чуть меньше 40 сваи забурено. При том, что дом небольшой, здесь всего 12 или 14 этажей будет. Там еще идет согласование, возможно, будет еще два дополнительных этажа. Пока вроде как 12. Готов он будет в следующем году, в следующем летом. Каркас заканчивает уже где-то в районе октября-ноября этого года. Ну, вот так выглядит квартира. Я поднялся на пятый этаж. Я думаю, что низкие этажи, понятно, что они будут смотреть в дом. А мы сейчас поднимемся чуть выше, чтобы поинтереснее посмотреть на вид. Раз смотреть, то смотри как надо. Короче, это восьмой этаж. Здесь еще нет никаких перегородок, нет блоков. Он полностью открытый. Планировки понятны, все здорово и классно. Тут есть и студии. Кстати, квартир мало. 9-12 квартир на этаже, в зависимости от объединения. И вот эти квартиры, которые выходят не торцевые, они по 1300-1400 за квадрат. Здесь видно стадион. Стадион на реконструкции футбольной команды местной. И вот рядом еще небольшое поле. И вот такой офигенный, крутой вид на горы и на Батуми, и на море. Вот эти квартиры получаются по 1300-1400 за квадрат в зеленом каркасе. Туда входит, соответственно, ну все, что входит в белый каркас, только плюс еще проводка. Ну, то есть фактически это как бы типа почти полная чистовая отделка, но без ремонта. Ну, типа того, в общем, вы поняли. А вот эти торцевые квартиры, они стоят подороже. Они по 1700-1800 за квадрат. И вот эти две квартиры, они большие. Они по 74 примерно метра. Сейчас назад отойдут, чтобы показать. Вот, то есть они получаются в районе там 130 тысяч. Но вид, конечно, очень крутой. Тут ничего не скажешь. Тут прямая панорама на море. Действительно, что прям, ну, панорамный вид на море у вас и влево в сторону Батуми. Классный вид и прямо. Вот как раз тот бульвар, то, что я говорил. Это новая такая часть набережной. Зелень. Здесь кафешки, туда чуть дальше. Он небольшой, на самом деле, вот отсюда начинается. И вот в правую сторону. Там уже дальше идет дорога на Батуми. Но, в общем-то, кайф, на самом деле. Цена такая, потому что место, сами понимаете. Плюс дом газифицированный будет. Эта квартира такая же, только в обратную сторону. В другую тоже очень симпатичная. Но, на самом деле, квартиры, которые дешевле. Застройщик говорит, что здесь из всех квартир вид на море. Ну, в принципе, это правда. Если этаж хотя бы, вот мы сейчас на восьмом. А если взять какой-нибудь там 10-11, то будет еще интересней. И тут, конечно, во-первых, из-за стадиона здесь уже ничего не появится. То есть вот эта сторона, она никак не закроется. На самом деле, тут даже вид на горы. Потому что вот эта квартира, она тоже большая. У нее вид и на море. В ту же сторону, как у торцевых. И еще вид на стадион. Можно футбольчик смотреть будет. И на горы. Вид реально классный, классный. Так же тут есть подземная парковка. Стоит, если покупать 10 тысяч долларов. Парковочных мест мало, на самом деле. Будет еще спасать парковка во дворе, которая будет на территории. А так, в целом, просто симпатичный современный домик. Посмотрим, как он. Обещают очень классную отделку подъездов. Но основное, как я уже в десятый раз повторяю, здесь это вид и расположение. Кому нравится кабулет. И кто считает, что 1700-1800 за вот такой панорамный вид, это недорого. То, пожалуйста, можете обращаться. Можете не обращаться. Просто буду рад подсказать или поехать выбрать квартиру. Потому что здесь нет никакой электронной системы, электронной базы квартир. Нужно приезжать или звонить и узнавать вот прям вживую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, пишите в комментариях, как вам комплекс, такой небольшой экспресс-обзор, без особых подробностей. Но, тем не менее, здесь разбирать-то особо на самом деле нечем, потому что это обычный жилой дом. Никаких ограничений на квартире нет. Хотите, сдавайте, хотите для себя. Отдыхайте, приезжайте. Делайте, как говорится, что хотите. Пишите в комментариях, что думаете. Буду рад с вами пообщаться. А я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok